так молодежь внимание улыбнитесь вас снимает камера вот так посмотрим что у вас тут делается ну-ка что у нас ребята лежака это как куст хорошие это все никогда знаешь когда можно не сходя с места ведро собрать вот это хороший а у тебя какой какой-то молодец слушай да ты маме не уступаешь почти точно вот он ты молодец так я почему пришел во первых еще раз напомнить что юлия сергеевна мельникова является моей главной помощницы заместитель по не только по сбору по заготовке семян по посылкам по фасовке но еще и по саженцам вот тут совсем недалеко растут твои эти самые сенсовые самосевные абрикосы правильно вот мы с тобой определились почем будем продавать их осенью по 500 значит ты плохой торгаш надо исходить из чего из-за скажем так молодец вот это торгаш кого пошел деда так вот мы будем продавать в среднем по 500 и если будет большой спрос то даже может таки ним цену а давай сделаем хитро помнишь вот я сегодня юль смотрел а по радио слушал передачу там так покупайте этот прибор это самое каждый четвертый умрет знаешь какая стала дикая реклама ноги болят у вас значит в течение пяти лет каждый четвертый из вас умрет вот уже подлее ничего не придумать за а хоть бы они у этого интереса у них ноги болят и вот получается это почему это говорю значит у них и такая хитрая вещь потом они предлагают прибор вот кто успеет первое там столько-то получат по такой цене остальным будет уже дороже вот она мы так и сделаем с тобой я сейчас покажу вашу работу и потом я подойду еще к твоим этим самосерным абрикосом покажу какие они а значит делаем громко я до сих пор не могу запомнить твой телефон 8 983 271 37 68 юлия сергеевна мельникова так сенька расти быстрей вот деда заменишь ладно так мной ты можешь быть мной ладно буду тебя готовить так на кого слышала юля оби забудет если он решит стать железом так смотри я тебя за язык не тянул тогда что получается тогда надо всерьез готовить сколько лет его это на информатику ходишь вода 3 так значит заказы принимать сможешь конечно смогут у меня уже сам учил даже все забыл ладно все берем все всерьез но это будет зимой летом не до этого заработай так идем дальше значит вот вы собрали с эти кустов но дело в том что тут вам помогли знаете кто юля вам помогли собрать птицы согласно смотрим сюда друзья четыре дня назад куст был весь усыпан ягоды войлочной вишни два дня назад я обратил внимание что осталась одна треть потом я посмотрел на землю и упал чуть не упал в обморок чья работа догадайте сами сейчас я вам скажу интересные вещи сейчас я покажу вам вот смотрите смотрите что их не клевали ну скорее всего птицы так до птицы вон видно прекрасно и так часть они унесли с собой вот часть лежит на земле юля если лихо сработаете соберите потом земли а ну принципе особо необходимости нет у нас и таких полно ладно нет нет так пусть мыши доедает теперь значит смысл моего разговора пока ели только вот с этого кстати вот посмотрите случайно не съели сейчас съем так вот в этом кусту было мало почему поспели и пережили птицы это дегустаторы для меня это был сигнал или сейчас соберем или вообще не соберем а как оказалось что они практически все родственники когда-то с единственного лучшего куста я размножал косточками а этот куст выделился сказать как ну вспоминаем я вам показал пару фильмов вот и все началось 20 лет назад когда я впервые привел персики на волочные вишни конце концов я потерпел неудачу конце концов ну что это самое чему-то же научился значит пока на этих деревьях этот этот видите как бывает что волочные вишни это полумертвые дело в том что когда я на них привил персики случилось следующее волочные вишни стали слаще вы думаете зря птицы вот это поработали так так рано десять лет назад приезжает ко мне рыкалин сам рыкалин я считаю как винограды номер один так на левобережье и не сея вплоть до минусинска а и кроме этого просто уникальный садовод по своему грамотности по опыту и так далее думаю ну рыкалин это как удивить то ведь это же рыкалин и тогда я подвел его сюда вот тогда впервые я увидел ли он сансовинич она приехала с ним так чтобы меня найти и тогда получилось что они стоят тут фотографии есть фильм есть я их угощаю они говорят как же так волочная вишня абсолютно сладкая и тут я им показываю вторую ветку на этих же корнях персиковую и тут персиковая это то есть там где были привиты персиковая волочная вишня стала слаще здрасте думаю опять это самая викторизация опять скажут это самое не может этого быть уже наука и так далее но тем не менее ну и вот доказательства на этом дереве больше всех продержалась продержался персик и в два года давал пусть понемногу по десятку плодов и фотографии есть фильмы есть я единственный из тех кто из тех кто светится часто и много у кого не просто там привил а потом показал мертвую прививку не просто посадил а потом показал ой она почему-то мертвая по это пересаженное дерево ой я опрыскал прыскал прыскал 20 килограмм яду потратил а она мертвая вот никто не показывает результаты своей работы почему показывать нечего сотни советчиков если я показываю свои советы то я эти их советы показываю своем саду из года в год многие говорят повторяюсь они это не повторяюсь если я когда-то посадил эту грушу уникальный сорт видите смотрите туда сейчас она взяли неплохо видно а потом увидите что здесь ветер 5 но немного в этом году но ветер 5 есть всего лишь и вот получается дальше показывать вот ну еще одна то что рядом ладно вот ну достаточно густоты так вот я к чему говорю значит я отслеживал волочную вишню отслеживал и они у меня каждый год умирали понемножку и этот куст который продержался дольше всех он то взял и показали самые сладкие плоды настолько сладкие что теперь они уже не мои вот они их вы думаете тут мало приглядитесь тут надо еще ближе к земле показывать вот а здесь здесь вот я не привыкли тут я не привыкли персики ничего как эти со мной работаете лучше птиц ну сенька молодец раньше ты не был таким жадным слышит родолюбимым и так здесь сказать что они не вкусные спасибо что ты говоришь вкусные кислинка есть а на том первым на том первом нету многие нравятся кислинкой а вот потом что мы сделаем ты вы ковырящих помоешь и ты будешь ковырять в прошлом году зайцы были скромнее так это шутка значит что получится помойте высушите и переходим наш метод лысенко вот иван трофимыча нет трофима опозорился я лысенко трофим ладно но кто не знает лисенко а а ну ты-то и ладно ты еще помолвай себе простительно так вот метод лысенко на солнце несколько часов семена во время сушки надо продержать и как следует прожарить но все теперь последнее что осталось сказать почему эти косточки могут еще пригодится вот по такой причине значит объясняю вернусь обратно там где у меня были привиты персики вот на эти были привиты персики на эти и на эти и на этот так однажды я получаю от юрия васильевича бродского получаю от него а я уже к тому времени уже привал сам на любопытство такой способ прививка персиков на волосы вишу существует и без меня вот я руки чесались я привел и вдруг он мне присылает поделился это новостью броски он присылает мне ролик на этом ролике он стоит по это самое в болотных сапогах воды наверно не меньше 30 20 30 сантиметров рядом болотных ну просто в резинных сапогах стоит дама хозяйка сада оказывается очередной урожай обильный урожай персиков был сделан на войлочные вишни а это дальний восток это где-то в районе этого самого районе но всем как сказать ну ну короче приморский край а где он там много интересовался много путешествовал и так целый ряд персиков обильно плодоносящих крупных отборных они стоят по колено в воде а это было половодие вот она спокойно к этому отнеслась говорит ну что дело житейское возносит каждый год то есть возникает вопрос надо ли прививать на волосе вишу персик как на подвой как-то хороший подвой получается у нее результат лучше чем у меня уже лизова так вот но там и климат мягче приморье это намного мягче климат чем у меня в шушенском бровере вот если бы возможно климат у кого помягче хотя бы ближе к приморье так кстати дальнереченск затопило знаете нет а дальнереченск это как раз это царство небесного это там где хозяин селбродский еще несколько лет назад вот что было и так выбираем места где получше климат немного и прививаем персики на волосе вишни я бы ни за что не посоветовал если бы не та дама которая такой обильный урожай вот и персики целиком фактически запады 100 земли привиты на это на волосе вишни ну вот наверное я все и рассказал вам получилась полтора фильма вот и юля сергеевна я пошел покажу твою работу там дальше что опять подзаросло если будет возможность юль или ты уже закончил давать чуть как быстро то да там еще не поспела там еще недельку ждать но это тоже работа а не слышу а это вопрос я люблю пусть я слышу юля мы говорим что у нас нету этой самой вишни это вишня сейчас кого погоди давай по порядку и это вишня ну там в тени поэтому она ни черта не растет а вот так юля тут есть проблема дело в том что они выглядят прекрасно готовая саженцы вы такие продавали уже по 500 рублей так но не привитые корни собственные но дело в том что начинаешь копать каждый третий с корнями я боюсь ты пообещаешь а что ты говоришь сегодня подожди мы разговариваем а у них часто нет корней потому что вот посмотри а вот это тоже нет а нет так тебе еще учиться учиться это подвоенные китайские сливы вот смотри как она бывает сейчас покажу откуда пошла слива слива пошла а вон у нас это венгерка она привита ну даже потом отделим пусть отдельный фильм будет я тебя за язык не тянул по порядку по порядку я тебе за язык не тянул слушай сюда привитая венгерка на эту самую на китайскую сливу вот пошли отводки пошли 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 и возможно вот лучше вот так когда отдельно сидит возможно мы с тобой тоже продадим они самостоятельная культура нас не теряет качеств будучи от корня раз теперь вот эти вещи которые тебя волнуют сейчас если ты пообещаешь мы выкопаем а корней может не быть вот черешня настоящая вот она красавица да подумаешь пропускается урожай потому что попала под этот дикий заморозок в конце мая вот но от нее пошел отводок один второй третий может тут их даже больше четыре может их даже четыре пять и тогда получается следующее придет осень пока не обещай предоплату не бери а придет осень выкопаем а потом скажем налетай подешевела вот примерно такой совет хорошо так теперь сегодня спрашивает и они растут но созреют где-то через месяц полтора ну я понимаю же ведро орехов собрать для тебя за 200 рублей за 10 минут обязательно за фильмы тоже плачу даже детям почему фильмы вот все равно получается рекламный вот хоть не хочет рекламный вот а это это не помощь вот это это не помочь ладно так серьезный разговор не с тобой некогда ляса точить я пошел показывать ее или на работу кстати персик был зимой укрытый вот он живой здоровый а